привет друзья не друзья проходите мимо это видео ответ на вопрос проходящих мимо людей на мою историю о том как отцу удалось забрать ребенка у матери моя попытка номер один и такое часовое видео записала я его все-таки загружу на канал и оставлю ссылку на него там я рассказывала прямо как судах это все происходит и так далее до 3 года войны вот и но это видео мне хочется сделать коротким таким резюмирующим я попробую значит кто побеждает в короткосрочной битве побеждает агрессор путем манипуляции незрелым сознанием с помощью своей беспринципности с помощью своей силы с помощью неуважения личных границ с помощью пренебрежения прав других с помощью нарушения любых договоренностей вот это все все то с чем я столкнулась в своей жизни и как это происходит это происходит изначально от страха что страха от его страха когда он себе не уверен для того чтобы вести себе честно вот и его цель это ребенок как знамя победы то есть конечно же там не идет речь о том чтобы ребенку было хорошо хотя он считает действительно что ребенку хорошо с отцом что только отец способен дать ребенку то что и ей нужно вот и что мать ну в общем давайте посмотрим как происходит манипуляция манипуляция незрелым сознанием ребенок это конечно же незрелая это даже еще пока не личность восьмилетний ребенок тем более то есть это цель я у тебя ребенка заберу допустим адвокаты говорят в 10 лет можно ребенка спросить на суде с кем он хочет быть следовательно нужно до 10-летнего возраста кинуть все силы на то чтобы ребенок устами ребенка были произнесены слова в нужном месте нужное время что я хочу быть с папой вот такая цель обязчивая цель ну как же быть если ребенка есть мама и мама тоже имеет право голоса да и ребенок живет с мамой нужно ребенка забрать нужно ребенка изолировать нужно ребенка купить нужно ребенку показать что мама для тебя враг что мама хочет забрать у тебя отца и следовательно ты ты же не хочешь чтобы у тебя забрали отца значит тебе нужно сказать что ты хочешь быть с отцом вот так конечно мама может убедить ребенка в другом да но для этого нужно чтобы вернее того чтобы этого не произошло нужно маму запугать нужно маму наступить на нее и показать что я сильнее мамы что я главнее мамы что я больше мамы что я дам тебе больше а для того чтобы это все красиво смотрелось можно возить ребенка по скажем так посвящать в кавычках посвящать ребенка в историю но через свою фильтрованную точку зрения точку зрения то есть вот смотри мама подала в суд она хочет тебя забрать вот смотри ты маме не нужна вот смотри у мамы есть другой мужчина это значит что ты не нужна вот смотри этот мужчина может тебя изнасиловать вот смотри мама сумасшедшая вот смотри мама и так далее да мы ставим здесь многоточие это что касаемо манипуляции теперь что касаемо беспринципности я все могу я делаю то что хочу меня никто не может остановить вот смотри какой я сильный я делаю и я прав потому что я даже суд на моей стороне параллельно ведется война против мамы на уничтожение чтобы мама теряла силы для этого психологический террор не только психологический но и физический только тогда когда я стала выносить ссоры из избы он стал бояться потому что насилие стало уже не за закрытыми дверями а уже я стала об этом говорить я стала об этом писать я стала обращаться везде и конечно же он его останавливала вот эта вот боязнь законного наказания его останавливала его останавливала то что рядом со мной был мужчина и это конечно придавало мне уверенности и он через какое-то время перестал скажем так воевать вот так вот в открытую то есть насилие вот в такой беспринципной форме в которой оно было оно остановилось в какой-то момент теперь что касаемо закона да закона ну у кого денежный ресурс это понятно что тот может купить судью привести службу опеку к себе домой и сделать то заключение которое ему нужно это его мать которая его всячески поддерживала и вместе с ним была сообщницей то есть например когда он уходил в море он кидал ребенка на свою мать и вот такую бытовую бытовуху вела его мать ну а я как человек который не хочет жить войной просто через много времени выбрала жизнь выбрала новую семью выбрала новую жизнь быть счастливой и для этого мне понадобилось уйма сил уйма сил на признание каждого закоулочка своего вынесения это на поверхность работа с этими чувствами и не боязнь это смелость смелость идти вперед да смелость идти вперед говорить об этом теперь моя потребность вообще не с дочерью поскольку мы знаем что когда настоящая потребность по каким-либо причинам есть противодействие она не удовлетворяется возникает некая компенсация и мои видео мои видео дневники мой мой блог мой канал это компенсация реализация и реализация той самой потребности потому что на тысячу человек кто пройдет мимо и начнет кидать в меня камни говорить что ну там вплоть до того что у хорошей матери ребенка не заберут ну то есть вот такого вот рода всякая фигня вот на тысячу таких человек если десяток человек наберется тех кому мой опыт а я смело о нем говорю поможет поддержит то то что я делаю будет не зря потому что как известно каждый наш опыт дается нам не просто так пройдя эти уроки отрабатывая свои где-то детские вот эти неврозы и так далее мы выходим на собственный ресурс и я как человек творческий и раньше всячески старалась как бы реализовываться именно с этой с этой стороны я поняла что задал за замалчивание в себе и подавление вот этой боли и всех чувств которые связаны с моим ребенком забранным у меня это все при правильном переваривании это все можно превратить в ресурс потому что по большому счету каждый из нас имеет свое предназначение и мое предназначение отчасти в использовании этого ресурса для тех кому нужна эта поддержка вот ну и в завершении хочу сказать что это такая некая даже метафора как агрессор может забрать то что он считает ему принадлежит именно как вещь принадлежит это некая метафора на на то что известно всему миру вот и пусть это будет такой некой такой метафорой некой такой загадкой что я имею ввиду так что пишите свои истории задавайте вопросы я буду записывать видео опираясь на обратную связь людей на моем канале в и в о в Продолжение следует...